Продолжение следует... 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 что, возможно, переведем и в штатные художники. То есть, как бы вот такое обучение на месте специалистов, которые не имели никаких навыков. Значит, ученичество проводится в форме индивидуального, пригадного и курсового обучения. Индивидуальное обучение, при котором ученик прикрепляется к наставнику для получения практических умений и навыков непосредственно на производственном участке. А теоретическую подготовку осуществляет самостоятельно. Бригадное обучение, при котором ученик включается в состав бригады и проходит подготовку непосредственно на рабочих местах под руководством наставника, не освобожденного от своей основной работы. Курсовое обучение производится с постоянной по составу и однородной по профессии группой численностью 10-20 человек. Два этапа. На первом этапе вся группа обучается теории, на втором путем индивидуального и интригадного обучения в цех, ну уже конкретно на рабочих местах. Но хочу сразу заметить, значит, последний раз мы так обучали, наверное, лет 10 назад, потому что, ну набираешь группу 10-12 человек, это не дает того результата, как если обучение производится индивидуально. Значит, мы за наставничество производим доплату при бригадном и индивидуальном обучении ежедневно в размере среднего заработка за каждой отработанной с учеником часть, при курсовом обучении в размере среднего заработка за отработанные с учениками часы в соответствии с утвержденной программой обучения. Значит, время ученичества соответствует норме рабочего времени, то есть у нас ученики должны находиться, ну, отработать полностью 40-часовую рабочую неделю. Значит, работники, проходящие обучение, освобождаются от работы по трудовому договору, не привлекаются сверхурочным работам, командировкам, не связаны с ученичеством. То есть мы для тех категорий работников, которые уже работают на припеде, мы их не освобождаем от основного, ну, от основного, как бы, места работы, вот, а производим обучение, и если он дает какие-то положительные, значит, мы видим, это имеет навыки и результат, мы тогда переводим его уже на другую специальность. Значит, ученикам период ученичества, как я уже сказала, выплачивается стипендия в размере в рот, ну, минимального размера оплаты труда. Значит, работа, выполняемая учеником на практических занятиях и принята контролером АТК, оплачивается по установленным сдельным расценкам и входит в оплату ученичества, то есть он, помимо стипендии, получает еще сдельную заработную плату, если это качественно выполнена работа. По окончании ученичества ученикам по профессии живописец присваивается квалификационный разряд, как я уже говорила ранее. Значит, ученикам по остальным профессиям присваивается, название, да, профессии на основании дешевления квалификационной комиссии. То есть это там оправщик, приставщик, литейщик, у нас 11 видов специальностей, вот именно рабочих, конкретно касающихся народно-художественного промысла. Значит, и по окончании, значит, мы заключаем с учеником, это уже трудовой договор, на основании которого он должен отработать не менее трех месяцев, ну, для того, чтобы докомпенсировать те затраты, которые мы понесли на его обучение. Но это только лишь с теми учениками, которые были приняты и утверждены тарифно-квалификационной комиссии, будем догадывать. Значит, в случае невыполнения условий ученического договора и вообще без уважительных причин мы просто расторгаем договор и как бы нету никаких, мы не применяем таких станций. Если только видим, что мы не можем принять этого человека в дальнейшем на свое предприятие. Значит, ну вот, то, что касается обучения на зооксине, такая система позволяет привлекать людей, не получивших специального образования. Благодаря системе выплаты стипендий и оплаты за обучение наставникам мы можем на стадии первоначального обучения выделить способных к выполнению данных работ и оставить на производстве вот именно тех людей, которые хотят работать на промыслы, которые понимают, что это ручной труд, что это творческая работа. Я не могу сказать, что это приемные цифры, если вы знаете. Да, конечно. На 10 человек принято, какой отсек работы, которые вы взяли, по какой причине смотрю, и вам не налаживали, и так получают, и усидчивают. Вот на 10 человек, сколько человек отбежали? Ну, знаете, я хочу сказать, что процентов 70, это те, кто остается, но потом, да, но остается она постоянно где-то процентов 40. Вот, там они отработали год-два, а потом остается процентов 40-50, те, которые уже конкретно понимают, что это промысл. Вот еще тоже, да, хочу сказать, что многие приходят вообще без образования, даже вот, ну, как я уже сказала, да, они даже не имеют представления. С ними, конечно, сложно, потому что мы их обучаем, да, кто-то дает результат, кто-то не дает. А многие приходят, недавно пришел ученик, он закончил наш строительный, архитектурный, значит, университет Ростовский. Вот, у него тоже художка, он пришел, говорит, я хочу работать у вас на промысле. Мы, конечно, я его сразу взяла в наш цех, где мы исполняем сложные заказные изделия, исполнительские изделия, то есть я даже не стала его там на производство, где мы вот эту тиражную продукцию выпускаем, для того, чтобы он так просто, чтобы он показал сразу свой потенциал, и у него это получилось. Я даже вот готова, там не ждать три месяца, пока он обучится, а переводить уже его на сдельную плату труда и на какие-то творческие такие работы. Но у нас в основном это касается живописцев в большей части. Такие профессии, как летейщик, оправщик, да, они менее квалифицированы. Молодежи мало, в основном взрослый контингент, те женщины, которые знают, что они полмесяца, а учатся месяц, мы все равно платим стипендию в течение этого времени. Наставники, но они хотят быстрее запуститься уже на сдельную плату труда, для того, чтобы вот зарабатывать. Практика есть, потому что те, с кем мы заключили трудовой договор, и они не отработали, они возмещают денежные средства согласно договору. Судебных не таких-то не было. Все по обоюдной договоренности. Поэтому эта схема работает. У меня небольшой комментарий. Вот Наталья Ваня подготовила документы, и они будут у вас в раздаточном материале большой А4 книжечки. Если у вас пакетики нет, их чуть-чуть позже привезли, то там вот будет как раз положение ученический договор наш, да. То, что вы можете уже сейчас использовать, ну, примерно, ну, как образец взять то, что препятствовала нам? Ну, да, я не стала туда прикладывать наше обучение уже дальше. Вот, в частности, то, что я сказала, да, живописец 6-го разряда, потом мастер-исполнитель. Потому что, ну, это касается нашего вот именно направления промысла, как мы дальше уже готовим своих художников. Потому что у нас художники уже такого возраста пенсионного в основном все. Мы готовим уже тоже свои кадры вот по этой же схеме. То есть живописец потом создает более сложные изделия, работает на заказах. Там одно из условий, ну, год должен создать не менее трех изделий. Это я говорю о живописцах 6-го разряда, которые дальше пойдут на производство. Мы принимаем это худсоветом, нашим местным, областным. Потом утверждаем, если это изделие проходит еще, это худсовет, по имени Пронтург, ему присваивается статус. Это изделие признал художественное достоинство. Мы его переводим по решению художественного завета нашего, мастера-исполнителей, по категории в зависимости. А потом уже он у нас растет в художнике, повторяюсь. Пример есть. У нас уже молодой художник Анухина сегодня работаем. Мы ее привезли, мы ее в прошлом году перевели в штатные художники. И еще троих, которые свои кадры к ее. Есть еще ко мне вопросы. По поводу того, кто учится, мы поняли, а вы по поводу того, кто учит. Вы как-то их поощряете и добавляете к зарплате? Да, я же прочитала, мы оплачиваем им часы. Потраченные на обучение согласно программе. Если это программа, то согласно программе. Но наставник не менее двух часов в день должен посвятить ученику. Это однозначно. И мы это оплачиваем. Спасибо большое, Наталья Владимировна. А у вас время в кадре есть у вас постоянно? Вы у вас постоянно или это все, что у вас не золото? Вы не золото? Нет, не постоянно. Нет. Вот такого ощутимого дефицита в кадрах мы не ощущаем. Потому что, ну я еще раз так говорю, мы как-то периодически подтягиваем. Я стараюсь, чтобы кто-то у нас все время обучался. Вот единственную профессию мы никак не можем... Это модельщики. Потому что, да, работа модельщиков, она с чертежами и так далее. Это своя специфика. Сколько бы мы ни набирали учеников, ни один ученик не остался. Вот отрабатывает полгода, ну как бы свое по договору время, ну максимум год. И уходит. Если человек к вам пришел на работу, и вы видите его заинтересован... Ну как бы талант, да? И, ну, у него такое... Состается впечатление, что он вроде бы хочет уйти с работы. Вы как-то заинтересованность в его кадре делаете, чтобы он остался у вас на работе? Если это доходит до меня, да, вот так как руководителя вот на стадии, то да. Я сама с ним разговариваю. В частности, вот с этим вот мальчиком, да что, я говорила, пришел молодой человек, и как бы его уже хотели там, ну, направить один кадр на производство, производство мы его берем. Я точно знала, что если он туда попадет, он у нас не останется, его надо двигать. Если, я его сама пригласила, поговорила, если это проходит, вот через меня, то в основном остается. В общем, это на уровне директора получается? Ну, у нас да, да. Ну, наверное, так, как у всех промыслов, наверное, на уровне директора, потому что коллектив вот здесь, я там на ладони. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Ивановна. Я очень прошу...